Реформа МВД. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны в начале недели. Председательствовал президент. Алмазбега Тамбаев отметил важность того, чтобы все было прописано до мелочей. Так, в структуре МВД будут созданы независимые службы, такие как криминальная милиция, служба по борьбе с экстремизмом и незаконная миграция, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. То есть функции государственной службы по контролю наркотиков переходят в МВД. Но уже звучат мнения о том, что эта мера несет риски и приведет к снижению профилактики потребления наркотиков. Такие заявления делают различные неправительственные организации. Однако статистика говорит об обратном. К примеру, в прошлом году ГСКН раскрыла 18% преступлений по незаконному обороту наркотиков, тогда как МВД почти 80%. По количеству изъятых наркотиков ГСКН показала 17%, МВД – 81%. По словам специалистов, 30% наркотиков из Афганистана идет транзитом через Кыргызстан. Это десятки тонн зелья. Между тем, в сводках силовиков мы слышим время от времени об изъятии нескольких килограммов наркотиков. Если сравнивать цифры, то складывается ощущение, что это делается так, для отвода глаз. И, скорее всего, это и другие факты легли в основу такого решения. А вот пятое. Главное управление МВД передается ГСБЭП – Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. Правоохранительные органы переводятся на контрактную службу. На базе Академии МВД будет создана Академия права. Обо всем подробно Канад Канеметов. Реформа правоохранительных органов – это насущная необходимость. Этот вопрос теперь подняли на высшем уровне. В Совете обороны считают, что нужны преобразования, причем системные. Одна из главных целей – защита бизнеса от необоснованных посягательств людей в погонах. В Совете обороны считают, что сегодняшний вопрос – это на высшем уровне 3-5 лет. Погналы на высшем уровне 3-5 лет. Погналы на высшем уровне 3-5 лет. Совет им Interpol. Как сделать так, чтобы бизнес спокойно развивался? Да и простые граждане доверяли, например, той же милиции, а не бежали от нее, как черт от ладана. Совет обороны пришел к выводу, что нужно убрать дублирующие функции в правоохранительных ведомствах. Ситуацию, когда расследованием одних и тех же видов преступлений занимается сразу несколько ведомств, специалисты назвали неправильной. Решено, что МВД будет обеспечивать правопорядок, ГКНБ национальной безопасности и так далее. Вот главные изменения. Итак, в МВД появится пять независимых структур. Служба общественной безопасности, криминальная милиция, служба по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, служба собственной безопасности. Пятое управление МВД, занимающееся коррупционными и экономическими преступлениями, передается ГСБЭП. Ликвидируется госслужба по контролю наркотиков, вся ее материально-техническая база и кадровый потенциал передается МВД. Органы прокуратуры будут лишены функции следствия, они передаются ГКНБ и ГСБЭП. Прокуратуру лишили функции следствия для того, чтобы она лучше работала по части надзора. Из-за погони за двумя зайцами снижалось качество работы. Основное направление, то есть основной смысл этих изменений заключается в том, что генеральная прокуратура, то есть органы прокуратуры должны вернуться в традиционные свои функции, это надзор. И в этом плане предполагается усиление надзорных функций органов прокуратуры путем расширения надзора как за ОРД оперативно-рассной деятельностью правоохранительных органов, так и за следствием. Генпрокуратура будет надзирать над всем, что делают другие правоохранительные органы. Мониторить процессы от фиксации преступления до следственной проверки и возбуждения уголовного дела до вынесения приговора суда. Надзор на них функция и до этого была, но просто, как я говорю, у них просто было других полномочий много. А когда один человек занимается несколькими видами, и где же видеть, как, например, генпрокуратура тоже занималась экономическими преступлениями, и когда занимается экономическими преступлениями, есть такой момент, что она может сраститься с преступностью. Они идут проверять, те говорят, ну, помогите нам, и в итоге вместо того, чтобы прескать, они начинают, грубо говоря, крышевать эту экономическую преступность. Когда-то главный следователь Генеральной прокуратуры попался с крупной взяткой. Должность следователя в надзорном органе считалась престижной. Теперь этого не должно быть. Генеральная прокуратура миссия – это осуществление надзора за законностью, чтобы перед законом были все равны, и это основная его функция. И, конечно, она не должна иметь функцию преследовательской. Генеральная прокуратура будет также являться координатором борьбы с коррупционными проявлениями. Но в то же время расследование большинства этих дел, связанных с финансовыми нарушениями, преступлениями, коррупцией, они будут, соответственно, относиться к финансовой полиции, ГСБ и, соответственно, к ведомству ГКМБ, АКС. Вместо МВД ввести уголовно-правовую статистику будет Генеральная прокуратура. Специалисты говорят, что появится шанс на объективные цифры в отчетах о количестве преступлений, раскрытых дел и так называемых висяков. Соответственно, они введут полностью уголовно-правовую статистику, и она за счет этого станет объективной. Так как прокуратура не будет, скажем так, заинтересована в завышении показателя, как МВД, потому что в МВД еще и за счет их системы того, что они должны какую-то норму вырабатывать по уголовному преступлению, возможно, какое-то эффективное завышение было. Реформа правоохранительной системы, по словам специалистов, связана с попытками государства защитить бизнес. Это залог его развития. Вопрос только в том, когда это произойдет. То, что касается защиты бизнеса, это реальная защита бизнеса. Сегодня теперь, когда эти реформы произойдут, там мы прописали и проголосовали за это все члены Совета обороны, что в течение трех месяцев премьер-министр должен изменить все законодательные документы. То, что касается законов, то, что касается Конституции, это уже касается прокуратуры. Данный вопрос, я думаю, в ближайшие дни тоже будет обсуждаться. В ближайшие дни. Это в рамках реформы Конституции, я думаю, это будет проходить. Еще одно важное решение – ликвидация службы по контролю наркотиков. В свое время на это ведомство возлагали большие надежды, причем одними надеждами не ограничивались. Помимо государственного финансирования, значительно помогали и международные доноры оснасти ведомство хорошим оборудованием и лабораторией. На заседании Совета обороны подробно изучили статистические данные и пришли к выводу, что ГСКН провалила работу и с возложенными задачами не справилась. И посему принято вот такое решение. Здесь нам необходимо было определить один орган, который будет в дальнейшем заниматься этой проблемой. И при анализе мы принято решение о том, что ГСКН полностью как служба передается в состав Министерства внутренних дел в виде отдельной службы. Возникает вопрос, почему именно МВД? Совет обороны апеллирует цифровыми данными, утверждая, что одно управление Министерства внутренних дел работает куда лучше, чем целое отдельное ведомство. Итак, в 2015 году ГСКН раскрыла лишь 18% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, тогда как МВД в четыре раза больше – 80%. Такие же цифры по объемам изъятых наркотиков ГСКН смогла выявить лишь 17%, а МВД – более 81%. МВД является традиционной структурой, которая занимается борьбой с незаконным распространением наркотиков, потому что у нас эта проблема имеет давнюю историю. И фактически этой проблемой заняты практически все структурные подозрения. На данный момент Министерство внутренних дел и вообще органы внутренних дел – это самый большой правоохранительный орган, просто огромный правоохранительный орган. И он, конечно, имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы эффективно осуществлять свои функции. В конце прошлого года в СМИ со ссылкой на руководителя ГСКН появилась информация о том, что 30% наркотиков из Афганистана идет транзитом через Кыргызстан. Это огромные цифры. Десятки тонн. А изымается десятки тонн тяжелых наркотиков – это опи, героин, понимаете? А изымается всего лишь несколько килограмм. То это уже говорит об неэффективности, понимаете? То есть руководство сама об этом признало и официально заявило. Видимо, вот это признание руководства ГСКН обратило внимание секретариата Совета обороны, что они обратили. Почему так? Если 20% идет, а изымается несколько килограмм, когда должны быть тоннами изыматься тяжелая группа наркотиков. Ну а что делать с кулуарными попытками сохранить ведомство? Источники утверждают, что ГСКНовцы делают всё возможное. Выходят даже на некоторые НПО. В данном случае, я думаю, в какой-то степени, наверное, есть резон в том, чтобы сосредоточить всё в одних руках, борьбу с незаконным оборотом наркотиков. И в данном случае выступает, конечно, Министерство внутренних дел. Поэтому решение принято, решение надо исполнять. Специалисты утверждают, что МВД, взяв под своё крыло ГСКН, должно сохранить всю её материальную базу, не потерять профессиональные кадры. Получив целое ведомство, МВД зато теряет свой пятый отдел, который занимается расследованием экономических преступлений. Его намерены вывести из системы внутренних дел и полностью передать государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. Естественно, что если возьмём ту же службу ГСБ, финансовую полицию, для них сейчас созданы все возможности. Они до этого, насколько я знаю, жаловали, что есть моменты, где очень неудобно взаимодействовать с прокуратурой, есть проблемы взаимодействия с другими органами. Теперь фактически все возможности им созданы, даются достаточно серьёзные полномочия, и поэтому сейчас общество будет ждать каких-то реальных результатов. Для чего решили ликвидировать пятый отдел МВД и усилить ГСБ, для того, чтобы исключить дублирование функций правоохранительных органов. С таким решением согласились даже в парламентском оппозиционном меньшинстве, руководителем которого является крупный бизнесмен. Экономическими вопросами бизнесом имеет право проверять только государственная служба по экономическим преступлениям. Ни министерство МВД, ни генеральная прокуратура, ни ГКНБ, ни АКС. От Государственного комитета национальной безопасности забирается структура, то, что касается экономических преступлений, тоже отдаётся финансовой полиции. Они будут заниматься внешней безопасностью, то, что касается расследованием коррупционных дел именно госслужащих, политических деятелей, высшегосударственных служащих. Ну и что касается многочисленных проверок, на которые жалуются и коммерсанты, и госслужащие. Например, органы местного самоуправления теперь будет проверять только счётная палата. Внедряем достаточно жёсткие, достаточно чёткие механизмы защиты бизнеса и экономической среды от необоснованных проверок. С одной стороны мы бизнес защищаем, с другой стороны данная мера нам поможет сократить коррупционные проявления в рядах правоохранительных органов. И то же самое в отношении государственных и муниципальных органов. То есть вот эти бесконечные проверки зачастую необоснованные проверки, они будут остановлены. Одно из главных решений – реформа скандальной Академии МВД, выпускники которой чуть ли не каждый год попадают в нелицеприятные инциденты. Преобразованная Академия будет готовить специалистов для всех правоохранительных ведомств.